Сергей Галицкий сообщил, что «Магнит» намерен увеличить на 40 гектаров площади крупнейшего в регионе овощного тепличного комплекса. А учитывая темпы роста Краснодара, уже в будущем году компания начнет строительство Большого распределительного центра продуктов питания рядом с Кубанской столицей. Но говорили не только об экономике. Александр Ткачев отметил, что социальные проекты «Магнита» – отличный пример для других крупных компаний края. Сергей Николаевич, я знаю, что текущий год для компании достаточно проходит неплохо. Рост оборотов 30% – это беспрецедентный. С этим я вас поздравляю. В «Магните» работают более 30 тысяч жителей нашего края. Я знаю, что вы реализуете большие социальные проекты на территории края, вкладываете инвестиции в спорт и общественную жизнь. Что касается социальной нашей жизни, то мы начинаем благоустраивать места рядом с нашими офисами, где-то, может, маленькие парки разбиваем. И вот, помимо футбольной части, хотел бы, если возможно, принять участие. Вы предложили интересную идею, может быть, построить школу нового поколения в Краснодаре. Я с удовольствием, если возможно, будет прямую. Потому что я считаю, что мы столица края, мы достойны. Да, действительно, хорошее предложение. И я думаю, что в течение будущего года мы должны уже начать приступить к строительству. Эта школа будет востребована. Это где с глубокими знаниями низких языков, и с привлечением и отечественных, и зарубежных специалистов, преподавателей. Это с хорошей дисциплиной, материальной базой. Такая школа будет украшением нашего края. Кроме того, Александр Ткачев и Сергей Галицкий, как президенты двух футбольных клубов, обсудили предстоящие дерби Кубани и Краснодара. Прогнозов на исход матча не ставили, говорили о поведении болельщиков на трибунах. Поводом стал инцидент на матче с Анжи. В матче Кубани и Анжи, к сожалению, несколько болельщиков просто сделали, на мой взгляд, вызывающий факт. Мы сошли дагестанский флаг. Это просто негодяи. По-другому я не могу назвать этих людей. Футбол – это азарт спортивный, но не агрессия в никаком случае. Надо на спортивной арене ввести отношения, правильно? А не за пределами и так далее. То есть такие фанаты, если можно назвать, они просто подставляют свои клубы, свои команды. Мы все должны сделать, чтобы призвать всех наших болельщиков приходить и поддерживать свои команды. Но ни в коем случае не заниматься экстремизмом. И мы из одного города. 90 минут мы соперничаем, остальное время мы вместе должны болеть за футбол. Использовать большие массы людей могут только негодяи. Еще сжигать флаги соседних республик. У нас нет задачи какие-то разрушать. Наша задача, чтобы люди получали удовольствие. Отмечу, что очередные три очка национального чемпионата Кубани и Краснодара разыграют в краевой столице в это воскресенье. Прямую трансляцию с большого футбольного праздника на Кубанской арене будет вести один из федеральных каналов. Это правда огромный праздник. И то, что я знаю, и ваше участие в том, что будут показывать на центральном канале. На НТВ действительно на нас обижаются болельщики Локомотива и Спартака, которые в это же время будут играть в Москве, в своем дерби московском. Но компания НТВ приняла решение поддерживать именно Краснодарское дерби нашей команды. И, конечно, для нас это большая честь. И вся страна будет смотреть наш футбол. Для предотвращения любых провокаций и беспорядков на трибунах во время матча предпримут все необходимые меры.